Пушкина с Одессой связывает очень многое, хотя он пробыл тут всего 13 месяцев. Наш город оставил значимый отпечаток в его творчестве. Именно здесь поэт написал две с половиной главы Евгения Онегина, поэму «Цыганой», закончил «Бахчисарайский фонтан», стихотворение «Свободы сеятель пустынный», «Невинный страж дремал на царственном пороге» и многие другие. Пришедшие к памятнику Пушкина одесситы возложили цветы и цитировали произведения поэта. Одесса была очень вовремя в творчестве и в жизни Пушкина, потому что здесь, в Одессе, он почувствовал, во-первых, многонациональный город, что его очень привлекало. И вот эта свобода и дружеское общение различных людей. Он жил на улице Итальянской, где звучал язык Италии. Одесса должна такой и оставаться. Это Пушкинский завет. Я думаю, те 141 строка, которую Пушкин посвятил Одессе Евгении Онегине, это лучший, портретный, созданный поэтическим словам до наших дней. Зоя Михайловна – одесситка в четвертом поколении. Признается, произведения Пушкина любит с самого детства и до сих пор постоянно перечитывает. Многие знают наизусть. Пушкин подарил Одессе грамоту на бессмертие. Мы очень гордимся этим, мы любим это место, одно из самых красивых мест Одессы. Он позволил нам подружиться многим людям. Без него бы мы друг друга не знали. А так вот, спасибо Пушкину. На этот раз День памяти поэта прошел без лишнего пафоса и речей, и так сказать, в тесном узком кругу. Даже чиновников из мэрии не было. По неволе хочется провести аналогию, как когда-то городские власти отказались давать деньги на сооружение памятника, и одесситы поставили его за свой счет спиной городской думе. Так и сегодня отношения властей и Пушкина не изменились.